Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». У микрофона Мария Кожевникова. Здравствуйте. В ЗАГС Собрание Кировской области внесли законопроект о льготах для производителей оружия. С инициативой выступил депутат, генеральный директор предприятия «Молоторужие» Равиль Нургалеев. Он предлагает освободить от уплаты налога на имущество на период с 2022 по 2024 годы организации основной вид деятельности, которых относится к производству оружия и боеприпасов. Сделать это, по мнению автора инициативы, стоит для того, чтобы у предприятий было больше возможностей развивать производство и наращивать объемы. Условием для получения льготы, как прописано в документе, как раз должно стать вложение всех высвободившихся денег в ремонт, реставрацию, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение предприятия. По данным на 1 января этого года, под получение такой льготы в Кировской области могут попасть 8 предприятий. Налог на имущество, которое они заплатили бы за 3 года в бюджет, 81 миллион рублей. Экономика Командировочные работников мэрии Кирова – 100 рублей в сутки. Чиновникам администрации и работникам учреждений, финансируемых из городского бюджета, прописали новые суммы возмещения командировочных расходов. Так, при поездке в города федерального значения они получат в сутки по 300 рублей, во все остальные населенные пункты – по 100. В предыдущей версии документа сумма была единая – 100 рублей в сутки. Для областных чиновников суммы тоже не так давно изменились. При поездке в Санкт-Петербург и Москву им заплатят 500 рублей в сутки, в населенные пункты других регионов – по 300 рублей, на территории Кировской области – по 100. В эфире «Экономика». Более 200 домов в Кирове и Кирово-Чепецке не готовы к зиме. Большинство из них – 176 – обслуживает управляющая компания ЖКХ города Кирова. В числе недобросовестных также управляющая компания «Забота». Еще несколько неготовых к зиме домов обслуживают ТСЖ и ЖСК. В этих домах не было проведено подготовки к отопительному сезону, то есть промывки и опрессовки внутридомовых систем. Это может повлечь, как отмечают в ТПЛ, сложности при регулировке температуры в квартирах, а также рост стоимости услуг теплоснабжения. Жильцам придется переплачивать за избыточное тепло. По всем нарушениям направлены обращения в прокуратуру ГЖИ и администрации Кирова и Кирово-Чепецка. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.